Не так давно в здании правительства Ставропольского края прошло открытие выездной программы этнокультурного проекта «Этник. Стратегия в практике», направленной на укрепление и сохранение межнационального мира и согласия. Сейчас мечта сбилась. Да, мы живем спокойно, мы живем дружно, и это все благодаря тому, многие не любят слово «семья», что вот наша семья, руководитель национальных культурных организаций, религиозных организаций. Мы все делаем одно дело, и все понимаем, что мы делаем, поддерживаем друг друга. В нашей совместной работе с коллегами из национально-культурных объединений, религиозных организаций, во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов, федеральных органов власти, нам эту ситуацию удалось выправить. Данная инициатива реализуется автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России». Мы ездим по всем восьми федеральным округам. До этого мы провели стратегические сессии в онлайн. После стратегических сессий в онлайн мы общались с людьми, очень много еще оценивали вот как раз эти прихладные механизмы, собственно, которые изначально были разработаны экспертами нашего проекта. У нас есть 20 экспертов, которые собирались в Москве и обсуждали это. Мы это обсудили в онлайне и теперь на практике мы проводим выездные деловые программы и стажировки. Вот это очень важная часть нашего проекта. На выездных деловых программах участникам рассказывают о наработках в области реализации стратегии прикладных механизмов, межсекторном взаимодействии и других смежных темах. Вторая часть программы – четырехдневная стажировка в этнокультурных организациях региона. Подобные мероприятия в рамках проекта уже прошли в Архангельской и Саратовской областях. У нашей организации, у Ставропольского окружного казачьего общества действует ряд направлений работы с молодежью. Например, я приведу такие самые что ли инновационные. Это мобильный мультимедийный музей истории казачества, где в формате и с использованием технологий виртуальной реальности учащимся казачьих кадетских классов и военно-патриотических клубов Ставропольского края доносится культурологическое, консервативное наследие казаков Юга России. Есть направления, которые связаны с 3D-печатью и 3D-сканированием. Поучаствовать в проекте приехали два стажера из Астраханской области и Краснодарского края. В первый день участники познакомились с деятельностью Карачаевского культурного центра «Алан», Армянской национально-культурной автономии «Наири», Национальной культурной организации «Абазин-Абаза» и Ставропольским окружным казачьим обществом. Мне очень повезло, потому что в рамках всероссийского проекта «Этник. Стратегия в практике» я получила возможность в качестве стажера приехать в Ставропольский край и познакомиться с опытом своих коллег национально-культурных общественных организаций Ставропольского края. Мне бы хотелось как стажеру познакомиться с актуальными направлениями и прикладными механизмами реализации стратегии государственной национальной политики, поближе узнать национально-культурные общественные организации Ставропольского края как ближайших соседей наших Краснодарского края. А по итогам программы будет издан сборник методических материалов о стратегии развития однокультурного сектора. Динара Финдиева, Вячеслав Юшкевич, АТВ, Ставрополь.